Всем привет! Это канал КазакТВ и это обзор топового донхильного шлема, в котором катается сам Луи Бруни, чемпион мира 2016 года, фирма 100% модель Аэркрафт Карбан! Что означает название 100%? Под сотым номером гонял гонщик суперкросса Боб Хан, у него был номер 100. Основатели компании считали, что чтобы гонять как Боб, нужно выкладываться на все 100%, поэтому бренды назвали 100%, выкладывайся по максимуму. Ну что ж, давайте посмотрим, что лежит в этой черной коробочке. Нас встречает надпись Hello! Шлем поставляется вот такой вот офигенной сумке. Напоминает, знаете, котов перевозят, собак, мне кажется, в таких штуках. Ну давайте глянем. Бэм! Ну давайте, шлем пока вытащим отложен. Поглянем в саму сумочку. Внутри полностью сделан такой материальчик, очень мягкий. То есть вы не поцарапаете шлем, даже если захотите его. И с этой стороны есть такой карманчик, он для маски. Маски либо для очков. Ну в принципе все, тут ничего такого. Материал такой прорезиненный, прикольный, то есть не протрете. Если будете юзать все время сумку, то протереть ее будет тяжело, такой очень жесткий материал. А вот и сам шлем. Красавчик! Такой матовый-матовый окрас. То есть не лаком скрыто, а все такое матовое-матовое. Но царапины практически не будет видно, в отличие от лаковых покрытий шлемов, которые делают. Шлем разработан из ультралегкой композитной оболочки с использованием карбона и кевлара. Шлем имеет 25 вентилируемых отверстий по всей окружности, как спереди, так и сзади, сбоку, здесь везде-везде есть куча дырок, просто тьмища. Я такое количество в принципе не видел. Но скажу, что больше и нету. То есть вот реально, что у других шлемов есть 20, 18, 25 отверстий для вентиляции я еще, ребята, реально не встречал. Регулируемый козырек. То есть все классический, без барашка. Очень удобно, что это именно барашка такая, знаете, как краны с водой откручивать, садеповские. Вот очень удобно, открутить, закрутить, поднять, опустить. Здесь, не дай бог, райдер травмировался, и для того, чтобы медики могли быстро снять шлем с его головы, для этого есть быстросъемные щечки такие. Второе так вот, брак, брак, сняли и все, никаких проблем, никаких сложных. То есть шею вы травмировали или еще что-либо, то есть вот для этих целей как бы, ну это очень важно. Давайте снимем подкладку и поглядим, как выглядит технология MIPS изнутри. Блин, даже боюсь повредить. Не знаю, насколько нужно так жестко, чтобы оно все держалось. Я снимаю только подкладку, чтобы вы понимали. Вот это вот, у меня сидит на вот таких вот застежках, и они очень-очень плотно сидят. Знаю, легко ли будет одеть их обратно. Ну, в общем, удобно сняли и кинули стирать вместе с щечками. Вот и сама технология MIPS изнутри, как говорится. Это технология, которая позволяет поглотить часть энергии при ударе головой. То есть она не идет вся на череп на ваш, да, а благодаря вот этой вставочке она немножечко как бы прокручивается, в зависимости от того, откуда идет удар, и тем самым снимая нагрузку с вашей головы. Что ж, давайте теперь померяем его, поглядим. По-моему, это немножко, это М, я думаю, мне будет немножко маловато. М у них 57-58 сантиметров по диаметру вашей головы. Может быть, не все еще понимают, что такие цифры означают. Но, хотя, не мой размер. Я что, думал, голова мне больше? Не, вообще отлично сел. Очень жестко, плотно сидит, но дискомфорта никакого нет. Челюсть, скажем так, не парит, она есть, но она обзором не мешает. Козырька вообще почти не видно. Это он по максимуму вверх, да, у нас сейчас. Вниз, ну вниз, да, вниз видно. Ну, это же здорово, когда дождь и вся херня валит. Чем длиннее козырек, тем лучше, то есть тем у вас меньше намазка будет набрызгивать, когда вы едете вниз. То длинный козырек, это всегда очень круто. Видите, вот обзор, я сейчас вижу камеру. То есть, практически боковым зрением никаких препятствий нет. То есть, в этом плане очень удобно. И люблю, когда шлемы снимаются одной рукой. То есть, вот так вот. Ну что ж, я вам предлагаю сравнить его с другим, не менее топовым шлемом. Это про-модель самого Сэм Хилла. Фирма Тролли Дизайн, модель D3 Carbon. Это мой шлем. Это тоже топовый шлем, тоже карбоновый шлем. В свое время был один из самых вентилируемых шлемов. У него 20 отверстий матовый. Здесь лакированный. Здесь оптограф есть, здесь оптографа нет, потому что это не именно про модель Луи Бруни. Но он именно в таком катается, но не в такой расцветке. Новые Тролли Дизайн и шлемы, они тоже есть технология MIPS. Кишечки здесь сделаны на липучках. Здесь это все вот так вот тоже выстегивается легко. Но в отличие от Aircraft, здесь взяли прицеление и все. Вам не нужно попадать этими штучками, эти дырочки, чтобы ее застегнуть. Здесь используется титан на вот этой вот застежке. Она сделана из титана. Титановые болты на козырьке. Идет с Тролли Дизайном вот такая вот сумочка. Она, конечно, не такая модная, она не держит форму, так как у 100% это было. Да, вот так вот. Здесь, конечно, такого нету. Открывается она сверху, но есть другие плюшечки. Тролли Дизайн дает запасной вам козырек, который на минуточку стоит порядок 60 или 70 долларов. Давайте сравним, как сидит шлем. Тоже вижу вас без проблем, поэтому обзор отличный. Козырек не вижу. Если опустить его, то, наверное, тоже будет. Может быть, по ощущениям там чуть длиннее козырек. И по ощущениям, что вот передняя челюсть, мне кажется, что она ближе к лицу, чем вот на 100% было. Да, вот обзор у них примерно одинаковый. Челюсть немножечко по-другому сделана, как бы по-массивнее выглядит она. Давайте проверим вес. 1099, его 104. Вот, получается, 5 грамм. Ну, то есть, как бы это фигня. Если снять липучку GoPro-шную, будет еще 5 грамм. И получается, на 10 грамм легче, чем этот. Ну, на самом деле, они весят одинаково, я считаю, что это такое. Не совсем 10 грамм, это, знаете, пыль вытереть с шлема, и вот вам 10 грамм. На этом, в принципе, все. Сравнили два топовых шлема, два гиганта. Среди ДХ-шных шлемов лучших, наверное, не существует. Я считаю, что ТЛД это топовая модель, 100% iCraft, тоже начали делать очень крутые шлемы. И вот сравнение, вот наглядное вам исполнение. Какое вам нравится больше, пишите в комментариях. Какой шлем вы лично используете, пишите в комментах. За предоставленный шлем спасибо магазину Коппл Бразер, который является официальными дистрибьюторами компании 100% у нас в Украине. С вами, как всегда, был канал КазакТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Классные шлемы, блин. Но дорого только.